Курение 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 Вот эти вот кривые середины, ну, со второй половины 19 века четко-четко соответствуют с количеством производства сигарет. Сейчас производство сигарет стало падать, и заболевание с раком легкого во всем мире начало падать. Пассивное курение тоже очень опасно. И здесь вот доказательства этого приводятся. Причем роль пассивного курения по дозе экспозиция, пассивное курение значительно более опасно, чем активное. Потому что у курильщика, который курит, идет амплификация генов. В табаке более 40 канцерогенов, много десятков токсических веществ. Идет амплификация генов, тысячу копий становится для их обезвреживания. А у человека, который не курит, один ген. И поэтому для некурящего человека один час в прокуренном помещении равносилен выкуриванию 30 пачек сигарет. Но если это он будет делать постоянно, у него пойдет тоже амплификация генов. Ну спрашивается, я не курю, какого рожная, зайдя в пивбар, позволив себе по пирамиде здорового питания выпить кружечку пива раз в неделю, почему я должен час дышать и выкурив 30 пачек сигарет? Чего ради-то, да? И ведь во всем мире с этим борются. А я захожу, и когда она курена, я говорю, где у вас зал для некурящих? Меня смотрят как на ненормального, да? И я потом боюсь, что бармен мне в кружку пива плюнет за этот вопрос. Поэтому я перестал уже его задавать, да? Ну, надо бороться. У курильщиков есть права. И у меня есть права. Я не курю, табачный дым ненавижу, и не надо меня обкуривать. А у нас даже ведь, у нас этот антитабачный закон запрещено курить на территории медицинского учреждения. А я сижу в своем кабинете и не могу понять. Иногда смотрю, пошел табачный дым. Где курят? Кто курит? Не знаю, кто курит, да? Вот, и не поймать пока этого курильщика. Борьба с курением. Да, прежде всего профилактика. Это наркотическая привычка по способности вызывать физическое привыкание. Представляете, никотин, никотин находится на втором месте после героина. То есть это сильнейшая наркотическая зависимость, и курильщики становятся наркоманами. Ну, вот здесь вот основные моменты перечислены. Я говорю то, что это касается то, что популяция. Вот в 2005 году появилась рамочная конвенция ВОЗ по борьбе с табаком. Вот основные моменты здесь написаны. Мы, по-моему, в 2012 или в 2013 году приняли эту рамочную конвенцию. Поэтому сегодня у нас в стране запрещена реклама. Вот, и написано на пачках «Курение убивает». Злостный курильщик 40 раз смотрит на эту. Ну, надпись «Курение убивает» две пачки в день, выкуривает. Мои пациенты две пачки в день. 40 раз смотрят. Я не курю. Один раз посмотрел, меня это пугает страшно. Его не пугает. Запрещение использования там легкие сигареты и прочее. Запрещено курить в общественных местах. Но налогообложение табачных изделий у нас пока совсем не такое, как в экономически развитых странах. Борьба с контрабандой. Например, в Финляндии. Вот ведь многие наши люди уехали. У меня там есть друзья. Вот когда они узнают, что я еду... К врачей, кстати. Когда узнают, что я еду в Финляндию, я туда стараюсь раз в месяц ездить. Продукты мы там покупаем. Мы же так в Петербургской живем. Экологически чистые продукты в Финляндии. Единственная страна, словами 100%, вот представляете, северная страна, которая выращивает растительные и животные продукты без пестицидов, без антибиотиков, без гормонов, без минеральных удобрений. И они вкусные. Провали вкусный финский хлеб? Я вкус хлеба вспомнил. Поэтому рекомендую. Вон, садитесь через час на Аллегри, через час будете в Финляндии. Так вот, они меня просят привезти блок сигарет. Блок можно провозить. Потому что у них пачка сигарет стоит столько, сколько у нас стоит блок. Если это сделать в нашей стране, ну, наверное, пойдут табачные бунты, если каждый третий курит, да и страна бедная. Это вот закон о борьбе с табаком. Федеральный закон. Посмотрите, это то, что касается врачей. Врач любой специальности должен идентифицировать у своего пациента статус курения, да, и на основе стандарта в медицинской помощи оказывать ему помощь. Более того, этот закон обязывает врачей навязывать борьбу с курением своего пациента. Это вот четвертый пункт. Мы делаем это. Я стараюсь это делать. Но большинство врачей... Получается, что мы не соблюдаем федеральный закон. А это преступление. Если мы этого не делаем. А это каждый третий наш пациент. И это вот рекомендации, которые были приняты в нашей стране клиницистам по агентствам для изучения здравоохранения и качества здравоохранения. Они приняты в нашей стране. То есть как должен работать клиницист с курильщиком, пациентом. Документировать статус. Предложить одну или более эффективных методик. Значит, и как кратковременного, так и долговременного отказа от курения. Четвертый пункт звучит. Ну, это все англоязычное. Это я все переводил. Более интенсивные инфервенции, более эффективные, чем менее интенсивные. Что это означает? Что курильщику нужно постоянно капать на мозги. И чем чаще мы им об этом говорим, тем это доказательная медицина, чем выше вероятность того, что он откажется от курения. И в терапии следует включать никотинозаместительную терапию и средства, значит, которые блокируют никотиновые рецепторы. Немножко дальше я об этом скажу. Очень важна это социальная болезнь, социальная поддержка врача, близких, окружение, тренировка, навык отказа. Но есть общество анонимных наркоманов, общество анонимных алкоголиков и есть общество анонимных курильщиков. Они сами друг другу лучше помогают. Это принципы борьбы с наркоманией вообще. Ну и, конечно, активное выявление курильщиков, потому что люди некоторые это прячут, особенно женщины. Вот женщина заполняет анкету. Курильщик. А пишет, я не курю. Пишет, я не курю. Так, что у нас такое? Никотинозамещающая терапия. Здесь большинство средств безрецептурных. Это и никотиновый пластырь, и жевательные резинки, постилки, таблетки, и только никотиновый носовой ингалятор является рецептурным средством. Ну, рецептурность в нашей стране, конечно, условно. Приходит врач, рекомендует пациенту, он свои тетрадочки записал, и любой препарат купит, кроме наркотических, транквилизаторов и так далее. И принцип, что человек, постепенно снижая дозу, без ломок, то, что называется, уходит от курения. Хотя и до сих пор есть метод, что резко бросай, переживай тяжелейшую ломку, как при отказе от любого наркотика, и тоже такой метод возможен. А это как бы более щадящий. Электронная сигарета. Сейчас все больше и больше людей курят электронные сигареты. С одной стороны, она может быть средством никотин-замещающим. То есть, там же в ампуле никотин, и можно постепенно-постепенно уменьшать эту дозу. Там есть такая возможность. А кроме того, кроме того, в этом водяном пару нет канцерогенов. Никотин ведь не канцероген. И это четко доказано. Вот я вспоминаю свою первую научную конференцию в Советском Союзе. Я с 80-го по 82-й год учился в клинической ординатуре нашего института Минздрава СССР. Он тогда был не я онкологиями, Петрова Минздрава СССР. И клинических ординаторов посылали, финансировали на научные конференции. Вам дают сейчас командировки на научные конференции. Вот моя первая конференция была в Москве. Там был съезд, я уж сейчас не помню, по-моему, общесоюзный съезд онкологический. Тогда не было ни пауэрпоинт, ничего, не было, такие плакаты висели. Капля никотина убивает лошадь, да, отчего такие щеки, фруктовыщие соки. Вот такая тогда была агитация. И выступал министр здравоохранения СССР с первой пленарной лечью о борьбе с онкологическими заболеваниями. Вот такая у него указка была. Вот он тыкал в эту лошадь, которая убивает капля никотина. И, ну, все в целом, все онкологии рассказал. И когда говорил о профилактике онкологических заболеваний, о борьбе с курением, он сказал, что никотин вызывает рак. Не только там 20 других заболеваний, инфаркты, инсульты и прочее. Никотин вызывает рак. И вот это все изложил. И я помню, я даже где-то, я тогда уже знал, что никотин рак не вызывает. И я помню, как мы над ним в кулуарах смеялись. Вот неграмотный хирург, он же хирург, да, академик Петровский. Вот никотин вызывает рак. Но вы знаете, он сам того не знаю, оказался прав. Потому что сигарета 400 градусов Цельсия, и из никотина образуется табакоспецифичная нитрозамина. Нитроза норникотина и так далее. Это дальше стало известно. И это сильнейшие канцерогены и сильнейшие мутагены. И самые сильные канцерогены табака. А там их еще 40. Это самые сильные канцерогены табака. Поэтому получается, что продукты никотина вызывают рак. А здесь 100 градусов. Кроме никотина ничего нету. Никаких канцерогенов здесь нет вообще. И смол здесь нету. Поэтому это безопасное курение с точки зрения канцерогенной опасности. Никотин тоже целый ряд патологий вызывает. Но он рак не вызывает. И посмотрите, посмотрите. Футендрак Администрирование что пишет. И всемирная организация что выпустила пресс-ревиз. Что безопасность канцерогенная электронных сигарет не доказана. 60 лет изучали. И доказали, что вызывает табачный дым рак. Что еще 60 лет изучать? А вторая причина просто смехотворная. Дети будут соблазняться на электронные сигареты. А на обычные они что не соблазняются? Вот это вот моя гипотеза. Но это уши табачных компаний торчат. Они это все продавили. Это же безопасное курение. Зачем изучать? Там нет канцерогенов. Но тем не менее на сегодняшний день это так. Препараты они единичные. Вот самый известный это антагонист никотиновых рецепторов. Варя Неклин. Таблетки. У меня есть свой опыт его применения. Схема применения. Что он делает? Он блокирует никотиновые рецепторы. И человек когда курит у него нет кайфа. И так как курильщик бросая курить постоянно срывается. Как любой наркоман. Марк Твен злостный курильщик. Умер от рака легкого судя по описанию. Что он сказал? Один из моих любимых писателей. Бросить курить очень просто. Лично я это делал многократно. Поэтому курильщик срывается. И мне мои пациенты рассказывали. Когда он принимает этот препарат. Он курит и ничего не чувствует. И это позволяет ему быстрее отказаться от табака. Ну и вот хотелось бы все-таки не удержусь. Чтобы не привести слова одного из моих любимых поэтов. Владимира Маяковского. Сам злостный курильщик и алкоголик кстати. Поэтому он знал о чем он писал. Но вы посмотрите какие-то чеканные фразы. Курить бросим я в папиросе. Не удержусь. Пиво сгинь и водка сгинь. Будет сей порог излечен. Уменьшает он мозги. Увеличивая печень. Или пример лирической поэзии Маяковского. Пускай ты весь бронзовый. Из сердца холодной железкую. По ночам хочется звон свой спрятать. Во что-нибудь мягкое женское. Это не эротика. Это любовная лирика Маяковского. Ну замечательный поэт. Продолжение следует.